Когти крокодила И главный ингредиент Пауки А где пауки? Где пауки? Что вы тут устроили? Что за маскарад? Да мы так варим любовное зелье Для зрителя Это программа Постатый беспредел У кого-то кошки, а у кого-то собаки У тебя, например, тараканы на кухню Ну, это мелочи Ты лучше мне скажи Каких животных ты больше всего боишься? Все девушки боятся пауков О, тогда тебе не повезло Ведь у нашего следующего героя Их целых 6 штук Юрий и Оксана неординарная пара Они очень любят играть на сцене Для зрителя Рязанского театра кукол С огнем занимаясь фаер-шоу И с опасностью Ведь их домашние питомцы – пауки Первый паук у меня появился Спонтанно, абсолютно Мы как-то с девушкой разговаривали По поводу пауков Ну, что они такие милые, привлекательные Интересно было бы завести их дома Думала, такой подарок интересен будет Хотя я думала, что вдруг нет На один из моих дней рождения И, по-моему, были на 19 или на 20 лет Она мне подарила вот моего первого питомца Я принесла его Юрке Ему очень понравилось Он обрадовался За одним восьмилапом появились другие Сейчас у Юрия 6 пауков Семейство птицеедов Вот моя коллекция Ну, живут они все Взрослые особи в стеклянных террариумах То есть здесь живет Лосядора Парахибана Тут Брахипельма Бема И там в норе спрятан Кембридж Псалмопеус Кембридж Птицееды делятся на три типа Норные, древесные и наземные Последняя группа самая распространенная Их больше всего и в коллекции Юрия Они вот оба наземные виды Кембридж древесник Он быстрый, но тоже для начинающих Он как бы более-менее спокойный Эти три паука довольно молодые Поверьте, им еще есть куда расти У меня вид Парахибана Он стоит на втором месте в Книге рекордов Гиннесса По размеру Взрослый особь, самка Может достичь 25 сантиметров Теперь для вас не будет загадкой Почему этого птицееда по-другому называют Лошадиный паук Мы еще познакомимся с ним поближе, но чуть позже А пока встречайте бусинка Назвал я ее бусинкой, потому что Когда купил, она была совсем крохотная Этот вид называется гинекулата Она сейчас в шестой линьке Такая иногда бывает нервная Может побежать ни с того ни с сего Однажды бусинка заставила хозяина понервничать Этот паук пытался улизнуть И он стал бегать по квартире То есть я его начал ловить Я думал, что он как бы вид такой спокойный Но он оказался очень прытким Я там бегал по всей комнате за ним В общем, было весело Эта история произошла, когда подросшую бусинку Пересаживали из маленького контейнера В большой, после очередной линьки С помощью линьки паук растет То есть когда ему становится тесно В старом экзоскелете Экзувий, экзоскелет называют его Нахетиновый покров Он выбирается из него Линяет и становится больше Чем паук моложе, тем его линька происходит чаще Чем взрослее особь, то она происходит реже Может быть раз в год Или даже в полтора Так возраст пауков измеряют в линьках Кстати, во время нее птицееды даже могут восстанавливать потерянные ранее лапы Юрий больше всего любит наблюдать именно за ростом своих питомцев Ну, наиболее интересный момент для меня Это сам процесс выращивания, ухода за ним И то, что ты совсем крохотно выращиваешь такую большую лосу Сначала все началось с энтузиазмом С таким, знаешь, он там все время приходил Там смотрел на этих пауков Как они, чего они, каждую минуту мог там за ними следить Оказывается, что линька паука может быть зрелищней блокбастера От просмотра невозможно оторваться Прихожу, а он, вот как стоял около стеллажа с пауками Он так не сдвинулся Стоял, значит, голый, с фонарем, значит Смотрел на этих пауков там вообще Ну, то есть он как будто вообще даже не собирался меня идти встречать Я говорю, все, ты пауков своих больше любишь, чем меня Самый главный показатель любви к домашним питомцам Правильный уход за ними Один из важных моментов – это увлажнение террариума То есть для разных особей нужна разная влажность по процентам Там 50-80 процентов Это можно делать обычным пульверизатором Влажность особенно важна при линьке паука А вот от еды в этот период восьмилапы отказываются В обычное же время птицеедов кормят следующим образом Взрослого спят один раз где-то в неделю, даже в полторы А молодых, подростков где-то каждые 2-3 дня В меню у птицеедов кормовые насекомые Юрий для своих питомцев приобрел целую колонию туркменских тараканов И сейчас мы увидим трапезу паука по имени Сара Паук хватает добычу своеобразными когтями, хелицерами и обездвиживает ядом Когда смотришь на удачную охоту птицееда, назревает вопрос Если тебя укусит вот такой вот паук, ты станешь человеком, пауком? Юра, что ты на это скажешь? Ты знаешь, Родион, скорее всего, да Ну, пора Если говорить серьезно, укус паука мало опасен для человека Ну, из последствий только, наверное, опухоль, ну, пальцы или какой-то конечности небольшая опухоль Ну, схожая по укусу осы Кроме этого, птицееды имеют жгучие волоски, которые исчесывают при опасности Но наших героев не испугать Они уже брали своих питомцев в руки Если уж очень хочется, и у вас там паук, он миролюбивый И, ну, не так агрессивен и не токсичен То, ну, можно попробовать его взять Ну, тоже в зависимости от настроения, в котором будет присутствовать ваш паук Или он будет голодный и будет кидаться на все Или он будет сытый и довольный сидеть Ну, вот он и развернулся В этот день Флипина была неприступна Но мне все же удалось с ней пообщаться и немного побороть боязнь пауков Психологи советуют, чтобы избавиться от фобии Нужно непосредственно столкнуться с причиной своего страха В нашем случае с пауком И, возможно, даже прикоснуться к нему Ну, я попробую Именно птицеедов используют для лечения арахнофобии Панического страха перед пауками Можно считать, что зрители нашей программы прошли сеанс терапии И после горького лекарства мы готовы дать вам ложку сиропа Вы думали, они разводят только пауков? Нет, вы ошибаетесь Знакомьтесь Соня Это иоблифар Она уже взрослая осыпь Ей уже, наверное, года два В общем, хвост у нее такой толстый От того, что внутри жировые запасы И когда ящерица долго находится без еды То она может использовать их как питание Как верблюды, собственно На самом деле, она очень милая Это единственная улыбающаяся ящерка Видите, у нее улыбочка такая Мордочка Кажется, что она улыбается У этой ящерки есть чему поучиться Всегда улыбаться Особенно, смотря в глаза своим страхом Фух, надеюсь, сегодня я больше не увижу ничего пугающего Наивная Ты еще не догадываешься, что будет дальше? У американского заводчика Джонни Однажды родились очень странные котята Их шерсть росла клочьями А на мордочках винились лысины Огромные глаза были ярко-желтыми Так появилась новая порода ликои Или кошки-волки Оказалось, что эти оборотни возникли в результате естественной мутации Интересно А смогу ли я вывести себе такого котоволка? Нет, не смогу Ну на сегодня это все Точно все? Да точно Фух, ну тогда до скорой встречи в следующем выпуске программы Хвостатый беспредел Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин